Многолетний опыт подтверждает, в горском поселении слов на ветер не бросают. Детский городок уже готов принять малышей. Они ждут не дождутся, когда распахнутся ажурные ворота с оленями, чтобы наконец можно было подняться на громадный корабль с мачтами и капитану скомандовать отдать швартовые и поплыть в сказочную страну, населенную любимыми персонажами. Здесь даже баба-яга не страшная, а добрая и румяная, а гриппухомор совсем не похож на поганку, зато рыжихвостая лиса такая гордячка, будто она самая главная. Развлечений масса, причем родители могут не волноваться. Если малыш упадет с качели, не страшно, покрытие мягкое и резиновое. А еще в детском парке светильники похожи на чаек. Когда стемнеет, они будут освещать и дом молодежи. Он построен рядом. Два этажа, 1500 квадратных метров. У каждого входа пандусы. Заказчик – администрация горского поселения. Объект сдается досрочно. В команде строителей 40 человек. Режим ускоренный, работаем в две смены. С 17-го числа будет открытие. Гарантию даете на этот срок, на эту дату? У нас нет другого выхода. Визитной карточкой дома молодежи руководитель строительства называет концертный зал с огромной глубокой сценой. Любому коллективу будет где плеснуть талантами. Зал рассчитан на 200 человек. Сейчас идут отделочные работы. Уже закуплено все оборудование, включая мягкие кресла. Самый придирчивый оценщик. Качество работ – это директор Дома культуры Владимир Иванович Кузнецов. У него много амбициозных планов. Здесь будет дискотека, причем подвали, чтобы громкая музыка не мешала покою жителей поселка. Откроются творческие кружки по интересам. Какие содержания контента своего дома молодежь определяла на встречах с руководителями администрации. Здание, как и зал, и все остальные объекты у нас полностью современные. Использованы максимально, где возможно, энергосберегающие технологии. То есть в том зале, в котором мы с вами находимся, в момент эксплуатации будут исключительно светодиодные световые приборы, которые нам позволяют экономить электроэнергию. Они не выделяют дополнительного тепла. И имеют более высокий срок службы, нежели обычные приборы на галогеновых и прочих источниках свет. Наш дом молодежи, он молодой, современный, ну и я надеюсь, красивый. Будет встречать тех, кто молот духом прежде всего. Практически завершено благоустройство двора. Мы когда сюда зашли, здесь было полностью поле. Поднимали уровень земли, то есть выставляли бордюр и полностью заканчивали благоустройство и озеленение. Ландшафтные дизайнеры у нас непосредственно являлись заказчики, которые являются представителями администрации. Вот это вот данная всю вещь, это Надежда Егоровна все согласовывала с ней, и она была ландшафтным дизайнером, можно так сказать. Глава поселения не отрицает, что она внесла определенные коррективы в цветовой спектр ландшафта. Когда пришла, они привезли туи, ну и однообразную, туи и сирень. Я, конечно, пришла и сказала, нет, ребята, так не получится. Я вас на территории камня заставлю привезти, потому что здесь должен быть красивая, уютная территория. И мы ее должны разнообразить. Дом молодежи пока 17 августа будет один в Одинцовском районе. Такого наименования объекта в районе нет. Когда родилась идея? Идея родилась, наверное, три с половиной года тому назад. Действительно, как бы, есть Дом культуры, но он не муниципальный. И на данный момент все усилия, которые мы прилагали, чтобы нам этот объект передали, а мы бы его довели до ума, ну, не получилось. Хозяйство отдать его не хотело. И продать тоже. Поэтому мы задумались о своем объекте. Молодежь этого действительно ждала. Если театр начинается с вешалки, то стиль работы администрации с входа в офисное здание. И то, что на Рублево-Успенском шоссе звенят хрустальные брызги фонтана и радует глаз нежной гортензии, совсем не случайно. Глава горского поселения верит, что красота спасет мир. Галина Поликарпова, Алексей Орлов, телекомпания Одинцова.